Девушки отдыхают 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 В этом моменте можно посмотреть выставу Марии Тобоу, молодой артистки связанной с Академией Стуки в Познании. Обычно она живет в Познании. Выстава под титом «Нех вам вздохнет все, что вы любите». Мокный титул. Мокный титул, так. Да, это работа довольно интересная, на самом деле, связанная на сотрудничестве между артисткой и молодыми мужчинами, де-факто хулиганами, с которыми артистка встретилась на улицах Познания. Я думаю, что нужно прийти и посмотреть эту площадь, потому что выстава Марии Тобоу является внаугурацией нашего проекта, связанного с промоцией молодой артистки. Плагин «Project Room» – это такая межная площадка выставили в Травостации и дедекована молодым артистам, может быть даже даже студентам, не только польским, но и международным артистам. Мога от рождения, что летом мы будем иметь артисты из Канады. Так, вероятно, еще до этой выставы Марии Тобоу, ты говоришь, что с хулиганами, но они были они измирацией для создания этих работ? Или как-то спутворили с ними? Де-факто измирацией для этой работы были два способа. Один измираций был прожием знакомого Марии, который потратил немного времени в więзении и рассказывал много историй, особенно с тем, что другие спутворили собственные брони из разных предметов, которые там находили, типа лужка, кресла. А другая спраа была именно та, что Мария встретила себя с теми молодыми хлопаками, хулиганами, которые оказали себя очень активным творожным. В этом году Мария постановила преробить типовый киев бейсбол, который нам в Польше, но не с бейсболом американским, только с бурдами, с стадионами, с теми найгоршими вещами. Преробила его на инструмент и намазила одного из этих молодых хлопаков, чтобы на нем заграал. И вот именно инсталация склада себя с такого записи видео и с этих киев бейсболовых преробленных на инструменты музычные. Так что вся выстава позволяет на разные уровни интерпретации и стадь тоже важно ее на певно увидеть на собственные очки. Доброе. Квеция и плотка, то есть выстава, которая будет складывать с праздниками всех, которые будут хотеть что-то создавать. Ну, может не все, кто-то, которые, не знаю, шансовная комиссия в какой-то способ зверификает и выберет. Доброе. Генерално вы собираете работу от людей, которые могут создавать что-то в теме плотки, как я понимаю. То есть это так называемый open call. Это радкость, если выставы в Польше, потому что в принципе он в том, когда мы делаем конкурс. Здесь постановили мы, за взгляд на первые испытания, подчеркнуть темат и запропоновать артистам с целого света, потому что это не только для артистов из Польши, но также с целого света, open call. Тематом есть плотка. Я думаю, что это достаточно интересный темат. Я думаю, что я, как кураторка выставы, у меня была на этот вопрос. Досынь интересные уже надходят прace, не только из Польши, так как я говорю, но и из-за границы. Места есть 20, поэтому мы увидим, что прийти, увидим, что окажет. Но выстава будет заказать только из этих надосланных проектов. То есть эти прace надзываются через фактических артистов, а также из-за артистов? Главное, что это артисты. Главное, что это артисты, но, как я уже предоставил, что стука современная сейчас сейчас очень широко обозначает свои границы. Видим на важнейших выставах световых, что берут участие кухарь, инженеры, разные разные люди связанные с нietyпыми заводами артистными. То есть каждый какого-то артиста может спробовать себе открыть, а ну же. Как меня проект зацекает, то на pewno здесь буду стоять обороной, чтобы этот проект взять на выставу, на pewno. Думаю, что ценность проекта считается, а не конечное название. Так, точно так. Доброе, а если chodzi о форме такого проекта, то есть в какой-то способ доволна, или есть какие-то ограничения? Нет, форма есть как-найбарде доволна. Конечно, должна быть, есть возможность реализации проекта. То есть можно смещать в трофостации? Ну, скажем так, что гуры злота не усыпем, а не забудем, не знаю, статков на środке трофостации, потому что это просто не можливо физически, а не финансово. Но всякого рода формы есть допускательные. Ну, доброе. То в какой-то форме в таком разе эта работа себя навсула? Так сейчас себе себе застанавливаю. Потому что если есть, даймы на это, фотография, или какие-то графики, то менее-либо я могу себе представить, в какой форме. А если есть это какая-то более инсталация, то, разумею, что надо это описать? На нашей строне интернетовой находится формуларь аппликательный, где-то есть втлумачено, как нужно присоединиться работы. Конечно, принимаем всякого рода проектов. То есть, если проект еще не готова, то выражаю себе, что достану рисунок, или докладный опис работы, как артисты себе выобразят, что это должно выглядеть. Если это, например, есть действие сообщества, потому что это тоже возможно, то артиста тогда может написать, что в проекте должно взять удал, не знаю, 100 людей, которые будут делать то, и то, и то. И это для меня есть опис проекта. Так, разумею. Ну, хорошо. Я в таком случае захотелся, чтобы быть может быть, чтобы посмотреть какой-то артистической души и так на добро дело, чтобы существовать в мире сштуки. То на певно было бы это, если бы хотя бы один mieszканец Штекина в среду этих 20 выбранных работ мог бы запрещать. Было бы супер. Хорошо. Хорошо. Если говорить о выставе, приятнее до квестня, а выдарение, сейчас пройдем до выставления, которое уже в соботе, 8 лютого, то есть спектакль, спектакль танечный. И это, собственно, такой монодрам танечный, можно сказать. Это спектакль Кай Коћодзейчек, танцерки, которая достаточно сильно связана с трофостацией сштуки, потому что она inaugурировала нашу działальность в септнии своим спектаклем авторским. Потом у нас весенью отбывала резиденция и сейчас вернула до нас со спектаклем «Сол», на который очень сильно запрошем. То есть сподобало ли ее у нас в Штекине и в трофостации? Какой, конечно. Это спектакль очень интересный, много колорозный, аудиоизуальный. Дуже будет на pewno всё делать. А при доказе... Мы должны с вами говорить о артистке, или Кај Коћодзейчек, скажу? Каја јст танцеркой, занимающейся танцем сплочесным, працала не только в Польше, а также за границом. Зрешј, могу сказать, что дословно сегодня, пройдет хвиле с ниным споткаћмом, Она именно вернулась из Канады, где она работала над следующими проектами. Так что Кайя является, можно даже сказать, международной танцеркой, хоть полкой. Что интересно, Кайя пропонует также также танцевые танцы для Счастинян. Ну и вообще, при оказе того, что можно ее объявить в спектакле. Так, то можно тоже с Кайей попраковать. В неделе, то есть после спектакла, между 12.00 и 15.00, пропонуем warsстаты танец. Личка мест ограничена. Но, из того, что говорила, еще 4 места волны. Так, так, поэтому приглашаю. Ну, это уже недуго, потому что общая количество osób это 20. 16 уже есть. 4 места еще до взятия. Как можно ее сдать? Просто нужно с нами скотать через Facebook или через нашу интернет. Ну, то, шанownи państwo, если ктось такой такой, чтобы взять удал в warsстатах с Кайейом Коулодзейчика, то рады себя спешить. 4 остальные места чекают, поэтому лучше, наверное, не свлекать. Доброе. Дякую в таком разе за разговоры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...